Партнер программы салон-отелье классических итальянских костюмов Марко Биантония на Карло Липнихта 71, телефон 295-777. В Кирове 13 часов, почти что 6 минут, продолжается программа Дневной разворот, ведут передачу Дарьи Топузлеева и Владимиру Сметанину, 8 июня, четверг. Сегодня, напомним, возвращается Великорецкий крестный ход в областной центр. В связи с этим, понятное дело, что с дорогами происходит. Московская, наверное, уже перекрыта сейчас. Наверное, поздно уже говорить о том, что заранее беспокоится о маршруте, передвижении на автомобиле. Но вот в ближайшие часы окажутся паломники уже в центре города, на театральной площади. В этом части мы будем говорить о сказочных играх на ветке. Они пройдут через неделю, получается, у нас в городе. 17 и 18 числа. Это выходные, да? Да. Ну, а впереди у нас День города. Впереди у нас не два, как обычно, а три выходных дня. Суббота, воскресенье и понедельник. Да, все верно. Понедельник у нас не рабочий же будет. 12 число. Непосредственно праздничный день. Ну, и вот накануне Дня города мы задались вопросом, что, собственно, власти городские делают в плане уборки, благоустройства. Ну, традиционно у нас 12 июня. Это та дата ключевая, к которой многое надо успеть сделать. Хотя, судя по майским праздникам, конечно, ну, я в первую очередь апеллирую там к претензиям губернатора. Неоднократно в мае месяце Александр Валентинович напрямую Вячеславу Николаевичу Симакову говорил о том, что вот здесь нужно сделать, здесь что-то покосилось и так далее и тому подобное. Как дела сейчас обстоят, будем выяснять. Благодаря нашей гости. Екатерина Безгачева у нас в гостях, заместитель начальника управления дорожной и парковой инфраструктуры администрации Кирова. Екатерина, добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Рад, что вы сегодня с нами. Ну, что сейчас основной, основную массу работ с вашей стороны представляет, чем сейчас заняты? Ну, если смотреть по соцсетям, жалоб очень много на то и на другое. Перейдем к жалобам чуть позже. Ну, на что брошены сейчас основные усилия? Да, в общем, в фразах можно сказать, что у нас после 9 мая, да, это такой первый подготовительный был этап, когда мы к майским праздникам готовились, прибирали город, и акцент был больше там на приладковую часть, уборку вот после зимнего содержания. Сейчас же у нас приведение города в порядок уже именно вхождения активно в этот летний период. Самый, наверное, большой акцент у нас был сейчас в дню города успеть выставить, высадить цветники, да, вот это вот озеленение наше, которое у нас, клумбы у нас увеличиваются, количество скверов растет, как мы уже знаем, наверное, по новостям, что у нас новые скверы появляются, их засеивают, высаживают туда. Очень интересные и кустарники, и деревья, которые в последующем будут радовать жителей нашего города. Ну, ваша коллега по УДПИ Светлана Кейкина нам про озеленение, да, про цветники подробно рассказывала. Да, поэтому это один из этапов. Розы-то уже начали, кстати, высаживать? Нет, по-моему, еще не начали высаживать. Светлана уже нам говорила про розы. Да, тут вот вчера вот как раз тут на правительстве, да, раскатывали рулонный газон, делали кунду, там так красиво получилось вообще, чудесно. Я только не понял, этот рулонный газон, он прям натуральный, настоящий, живой, да? Конечно, конечно, не искусственный точно, можно сходить потрогать. Я как-то не очень люблю в этих технологиях, то есть это ведь выращивают специально, да, перевозят потом. Да, было интересно. Но это то же самое, что укладывают, примерно, на футбольных полях. Ну да. Там ведь тоже раскатывалось газон. Да, это как один из видов работ, да, который визуально мы видим, да, то есть это зеленка. А также, конечно, у нас продолжаются работы по уборке приладковых частей, по кошению простых газонов, да, где у нас просто трава с хорошими нашими дождями, с солнышком, она растет уже вот ко второму циклу подрядчики перешли, то есть первый цикл полностью прокосили, сейчас идут по второму циклу, начиная и центральная часть. Это как прокосили, уже подросло и снова косили? Конечно, да. Так быстро? Конечно, конечно, у нас в некоторых местах... В мае эта работа началась еще, да? Да, 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 как раз мы начали где-то с 10, наверное, мая косить активно, и уже вот сейчас второй цикл начали подрядчики проводить кошение. Вот это тоже как один из главных, ну, таких визуально видимых видов. Вот, также сейчас проводится у нас покраска подземных переходов, то, что у нас ежегодно делается. Вот сейчас уже покрасили опять подземных переходов, сейчас будет покрашен еще у Лепси подземный переход, и будем наводить порядок еще УЦУМа, который у нас подземник. Самый, наверное, часто посещаемый, и несколько концентраций, да, такое. Приводить в порядок, что вы имеете в виду? Там есть, насколько я знаю, там ступеньки как-то покосившиеся, поломанные, выехавшие. Это все тоже будет делаться, да? Планируем, да, это делать, это в этот летний период, вот, потому что там объем работ достаточно большой, вот, планируем этим летом сделать. Так как сейчас у нас день города, в этом году мы к нему готовимся, да, наводим красоту в городе. Ну, и в прошлом году готовились, ну, праздник же. Да, и следующий-то год у нас же получается юбилейный, да, то есть тут у нас за это лето объемы работ, которые необходимо сделать, и они еще и акцентируют внимание на том, чтобы у нас на будущий год был результат для того, чтобы юбилей города мы со всем отлично встретили, и это было визуально видно, и чтобы жители чувствовали, что у нас действительно юбилей, что это очень масштабный праздник. Давайте немножко подробнее вернемся про подземные пешеходные переходы. Почему голосовалки не было никакой, в какой цвет красить предыдущий глава администрации? Потому что было решено в этот голос. А какого он сейчас цвета? Были графитовые такие серые, темные, темные, темные. И сейчас в этот же цвет обновили, то есть сначала предварительно у нас очистка заложена, и потом нанесение такого же графитового цвета. В том году, я думаю, было, наверное, меньше всего негатива по сравнению с прошлыми годами, наверное, поэтому было принято решение администрации, что оставляем такой цвет и, в принципе, работаем. В том году мы же еще заменяли освещение во всех пешеходных подземных переходах. Да, светлее сделали, да. Да, и уже, конечно, были случаи, когда там вырваны эти светильники. Ну, не всем, возможно, нравится, что у нас светло и хорошо в подземных переходах, но сейчас работы регулярно проводятся и по ремонту, и по замене ламп, то есть чтобы всегда там было светло, несмотря на то, что там темные стены, но светло там должно быть и днем, и ночью. Слушайте, ну что с этими людьми-то делать, у которых руки-то чешутся? Не знаю. Вы обсуждаете? Отрывать. Отрывать. Я пытался изучить мировой опыт, везде это присутствует, все эти графитчики эти, так называемые. Ну, не знаю, ну, с детьми страшно заходить зачастую и читать, и смотреть на эти неприличные изображения, и слова, и так далее. Ну, я думаю, что... Кроме как закрашивать, вы пока не нашли. Ну, у нас, да, то есть были варианты, то есть у нас выставлены там камеры на каких-то переходах, но тоже людям все равно, камера, не камера, нарисовать или там что-то испортить. У нас прям есть зверски вырванные, ну, фотографии, зверски выдранные светильники, то есть просто оторваны эти лампочки, выход, которые должны светиться, и должно быть видно, где выход. Есть, Владимир, один способ? На мой взгляд, это какой-то показательный суд, простите меня за категоричность. Вот поймать за руку и прям по всей строгости закона, не знаю, выбрать на театрной площади. Это просто ликвидация подземного пешеходного перехода и все. Ну, потому что подземки, мировой опыт говорит о том, что подземки – это рассадник всего того, что ты перечислил. Понятно. И если это рассадник, то этот рассадник нужно просто убрать и все. На мой взгляд, наоборот, нужно больше делать подземных переходных переходов в Кирове. Зачем? Разводить потоки автомобилей и пешеходов. Разгружать, да. Пешеходам под землей проехать намного безопаснее, нежели над землей. Это ты и говоришь сейчас так, когда ты бодренький, молодой, у тебя ножки хорошо ходят, и никаких проблем нет с опорно-двигательным аппаратом. Какой же я подреки и молодой. Ну, в смысле, время придет, Вон. Когда и ты будешь смотреть на этот пешеходный переход на эти лестницы и думать, почему я тогда не согласился с топузливой. Возможно бы. В общем, да, наступит время, когда, возможно, и припомню, да, это хорошо. Покрасить до дня города, да, остается? Да, но сейчас уже пять покрашены. Вот у нас еще у Лепси будет покрашен, а у ЦУМа мы его просто очистим, так как у нас там плитка гранитная. Вот, и то есть смысла ее красить не вижу. То есть мы ее дополнительно сейчас будем очищать. Там те элементы, которые покрашены, тоже сейчас в администрации решается вопрос, как в дальнейшем поступить все-таки с этим переходом конкретно. Потому что у него покрытие другое, вот эта вот плитка облицовочная, которая. Вот, а остальные, они все будут покрашены, да, остался вот один, я думаю, что его до субботы даже, наверное, покрасят. В принципе, никаких вопросов не возникнет. А эти все случаи с выдранными светильниками вы оперативно, да, решаете? Конечно. Возвращаете на место? Да, потому что это сразу приходит, и те люди, которые содержат подземные переходы, у нас же там и урны установлены, мы контролируем, и в моменты, там, когда у нас дожди идут, чтобы не подтопляло, и оперативно воду оттуда откачивать, всегда постоянно там дежурит какая-то бригада, которые ходят, собирают мусор, смотрят за состоянием и сообщают оперативно. Либо жители города звонят в диспетчерскую ГДМС, и нам уже доводят тоже, что вот там-то, там-то вы либо перегорели лампочки, либо что-то случилось. Вот, и также хотелось бы отметить по поводу подготовки, да, к дню города. У нас были заказаны здесь такие емкости, ну, урны такие большие, как на набережной Грина, может, кто-то представляет такие огромные черные урны, и они сейчас выставлены в тех местах, уже их выставили на этой неделе, там, где у нас места празднований. То есть, чтобы маленькие бетонные вот эти наши урны, да, более емкие. То есть, более вместительные для отходов? Через край, чтобы ничего не высыпалось. Да, да, да. Но это не отменяет того, что подрядчик должен быть всегда на линии, и, соответственно, следить за тем, чтобы урны не переполнялись, своевременно их убирать. То есть, это подрядчиков акцент стоит на этом, что в местах... Но с такими емкостями, наверное, сложнее обращаться в плане их опустошения, чтобы мусор из них увезти. Там в них стаканы вот эти. То есть, насколько я понимаю, такой же самый алгоритм. То же самое. Ну, кстати, по поводу урны в городе, ну, мне нравится. Но мы до выставили еще урны бетонных. Урны появляются, да, их больше становится в последнее время. Ты идешь, и, ну, обычно, вот, по крайней мере, в центре города у тебя в зоне видимости есть обязательно урна, чтобы до нее дойти и выкинуть какой-то мусор. Плюс появляются, ну, вот такие симпатичные урны, на самом деле, вот с этой центральной частью, потому что мы, помню, говорили с представителем ГДМС несколько лет назад, мы его спрашивали тогда прямо в прямом эфире, вы почему бетонные-то урны, давайте что-нибудь посимпатичнее поставим. Просто человек ответил, они не горят, потому что их сложно разрушить. Антивандальные. Это да. Антивандальные. Мы тут в первой половине часа общались с Еленой Урматской, она была в Воронеже, и рассказала, что они в Воронеже там из шлангов прям улицы моют, поливают. И я что-то все пыталась вспомнить. Ну, не улицы, тротуары. Тротуары, да. А я вот не помню, у нас из шлангов что-нибудь моют, используют какие-нибудь такие. Ну, поливочные машины передвигаются по городу сейчас, их видно, да. Да-да-да, это есть. Тротуары у нас убираются с увлажнением, обычно маленькими такими механизмами, которые ходят. Так, чтобы из шланга-то мы особо не поливаем. Вот, поливают обычно газоны, те клумбы, где у нас высажены насаждения, а как таковые, мойка проезжих частей есть, да, действительно идет либо с рейкой, либо с соплом, машина, и это все моет. Сбивает все в приладковую для дальнейшей уборки. Вот. Так, еще, да. По поводу, да, вот этих вот деревянных урн, которые, да, у нас сейчас на Спаску выставили, где пешеходная у нас часть выходные дни становится. Также здесь вот на день города тоже она будет пешеходной, вот, то есть будет три дня она пешеходной частью. И туда мы выставляем вот эти урны, которые с деревянными такими рейками выставляются, у нас выставлены эти скамейки деревянные, и сейчас тоже у нас контракт заключен на ремонт, на дополнительную окраску таких элементов у нас у цирка такие стоят, и скамейки, и урны. То есть все вот эти вот мелкие ремонтные работы мы тоже планируем, и они постоянно проходят, и мы их ремонтируем и выставляем обратно. Вот. Также из таких мелких, незначительных работ, но очень весомых, это переборка брусчатки, да, те места, где у нас пониженная брусчатка, где у нас копятся лужи. Где провалы появились, да. Да, то есть вот это все, тротуар, например, вот тут знаковый достаточно у вас вот здесь недалеко, Преображенско-Володарского, там вот такой был старый участок брусчатки, там хорошо так перебирают, сейчас очень визуально приятно. Нет, это просто, да, он уже из старости, можно так сказать. Вот, его перебирают, приводят в порядок. Разметка у нас в городе нанесена практически. Подождите, не спешите, Екатерина, давайте про тротуары поговорим, потому что, заглянув в соцсети, в сообщество, всевозможное, очень много жалоб на тротуары. Ну вот давайте прямо пример, практически каждый день я там прохожу, какие многие тысячи кировчан, Октябрьский проспект, напротив бывшей Сельхозакадемии, вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть это, получается, четная сторона Октябрьского проспекта. От... 86-й дом. Да, 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 где... Знакомый. Где организация, недавно закрывшаяся, да, сбежавшая от своих вкладчиков. Вот, я не знаю, там участок тротуара, он чей? Он принадлежит вот этим магазинчикам, которые, да? Они должны этим заниматься или что? Давайте поехали. Ну там ужас просто, там все ругаются. Согласна, да. И пешеходы, и велосипедисты, и самокатчики, и так далее. У нас вообще Октябрьский проспект, он у нас в национальном проекте. То есть на этот год планируется вот именно там переборка, точнее устройство брусчатки, то есть разборка старого покрытия. Сейчас там такая, как мозаика, то есть один магазин одним сделал, другой другим, где-то разрушено, где-то у них там вообще какие-то странные материалы. Это, по-моему, предприниматели сами делали, да. Да, да, да. То, во что гораздо. На сегодняшний момент, конечно, это все уже осмечено, это уже все в контракте, и этим летом полностью Октябрьский проспект будет в нормальной брусчатке сделан. Сейчас, наверное, можно видеть такие элементы. Откуда, откуда, откуда? Весь он 10 километров у нас, Октябрьский проспект. Вот, Октябрьский проспект. Сейчас же, смотрите, работы-то идут у нас, допустим, от Московской же. Вы видели, от Герцена до Московской вот этот участок большой перекладывают. Ну, дальше планируется, конечно, этот участок достаточно протяженный. И вот там вот как раз, знаю, что и этот участок туда заходит, который вот самый страшненький. Да, также у нас подрядчики, вот сейчас тоже знаю, что они перекладывают у бывшего этого ЗАГСа, который напротив алых парусов, там тоже был такой же страшненький. Октябрьский ЗАГС, родной. Вот, то есть это все, то, что есть в национальных проектах, мы будем, соответственно, в национальных проектах и делать. То есть это БКД и ФКГС. Срок завершения работ когда уже? Ну, у нас там целый ряд этих, целый список улиц, поэтому конкретно по Октябрьскому. Это поэтапно сейчас делается, да, поэтому тут... Там брусчатка везде будет или где-то под асфальт? Брусчатка. Скорее всего, где была брусчатка, там будет брусчатка. Вот. То есть этот момент тоже видели, и акцент стоит на этом. Поэтому сейчас убраны просто вот эти элементы, которые разрушены. Мы их убирали, подрядчика просили. И дальше сейчас ждем, когда у нас до туда дойдет именно подрядчик с работой на перекладку и устройство новой брусчатки. Ну, будем надеяться, что в течение лета... Конечно, конечно, я думаю, что да. ...работа будет сделана. Так, мы дальше там пошли, просто я вас немножко остановил на датуарах. Дальше. Что у нас еще идет? Помимо брусчатки у нас еще идет ремонт лестниц. Наверное, сейчас это больная такая тема у нас. Вот. Одна из лестниц, которую делали в этом году, это у 28-й школы лестница. На Ленина? Достаточно, да. Она идет, получается, между труда и мопро. Потом это была Ленина и Спасская, там такой каскад. Несколько было лестниц, и такая еще горка тоже сделали из брусчатки. Потом там перекладывали, укладывали плитку, то есть тоже там большой поток. А это там, где поплыла брусчатка? Да, да, да. То есть там поменяли техническое решение и в итоге уложили плитку. Усилили это все там. Дальше. Сейчас у нас идет там комплекс лестниц на Володарского, 122-126. Там тоже очень жители переживали. Сейчас проводятся работы именно по ремонту лестниц. Это в районе Аполло? Это нет. Это получается между Орловской и Гарбачево. А, ага. Вот. Также у нас планируется вот здесь вот у правительства, вот здесь вот, знаете, у вас такие есть мелкие лестницы и вот такая вот выход на Карла Липнихта. Я поясню, почему у вас, Екатерина сказала, мы рядом просто находимся со зданием, да, правительства театральной площади. Вот есть еще кусочек, который выходит на Спаскую. Вот Липнихта со Спаской где встречается, там тоже, я даже не знаю, там осталась ли эта лестница. Нет, а тут сделали ремонт на этой лестнице, в этом году делали. Вот здесь, Карла Липнихта и Спаская. Рядом с выставочным залом. Да, со стороны зала, да, сделано там уже, да. Потому что там зимой, вообще, ну даже не зимой, вот весной, особенно вот последней весной, там вообще страшно было. Нет, нет, дайте, там сделано, поэтому работа ведется и контракт у нас есть, поэтому лестницы в городе тоже делаем. Вот, далее, что у нас еще? Ну, по разметке вот я начала говорить, что у нас наносится разметка. Ее тут ругали тоже автомобилисты. Вроде как есть разметка, а вроде как нет. Ну, какая-то она неполноценная, что ли, видимо, нашим водителям более широкие полосы должны быть. А, мне кажется, это они имеют в виду, вот, видимо, пунктир, по которому потом идет нормальная разметка. А, предразметка. А, это предразметка называется. Перед тем, как наносится нормальная разметка, нормальной ширины, нормальной там длины, толщины и вида, наносится предразметка, по которой в дальнейшем идет и машина, и наносит разметку. Мне кажется, больше кто-то людей поняли, ведь что потом будет еще нормальная разметка. Я читал там пару высказываний, что, мол, что это такое, какая-то неполноценная разметка появилась у нас. А, ну нет, это такая технология, без этого не нанесут, потому что нанесение машинное, и как бы она должна быть, это предразметка. Это всё ещё сейчас продолжается, вся эта работа, да? Да, работа продолжается, то есть разметку осевую и по полосам наносят, также вручную у нас в холодном пластике наносят пешеходные переходы, акцентируемся мы на всё-таки общеобразовательные учреждения, там, где у нас детские сады и школы. Вот, эти работы тоже у нас до 15-го числа, даже до 12-го числа срок, что мы должны это завершить в городе, и поэтому я думаю, что мы с этим сроком справимся. А от пластика в плане вот этих продольных, сплошных линий мы отказались, да, насколько я помню? У нас есть разметка в нанесении эмали, это как краска. Ну, краска, да. Да, и есть, был термопластик, на сегодняшний день, по-моему, термопластик весь у нас уже выбран, а холодный пластик – это то, что наносится вручную шпателями такими, это пешеходные переходы, они такие с мерцающими ещё частицами, вот это всё у нас, это на пешеходные переходы. Я просто помню один год, не знаю, что это был за материал, который через три месяца исчез, ты имеешь в виду? Нет, которым была сделана зебра вот тут на театральной площади, в которую спотыкались постоянно люди. А, очень объёмная такая. Да, она была очень объёмная, и периодически люди прям чуть ли не падали на этой зебре бедные, носочком обуви цеплялась постоянно сама вот эта вот полоса. На новых отремонтированных участках Кировских дорог разметка тоже будет наноситься впоследствии? Конечно, обязательно она заложена уже в сами контракты по ремонту, по федеральным программам. Вот, далее, что ещё можно сказать? У нас продолжается, даже это не к дню города, а, наверное, просто к хорошей жизни продолжается ремонт грунтовых дорог, у нас очень много жителей города, которые на окраинах живут, в частных секторах, и у нас сейчас активно ведётся ремонт именно грунтовых дорог, достаточно большой контракт. И на сегодняшний день у нас на Авиацком районе уже завершены работы по тем улицам, там порядка девяти, по-моему, объектов, в которых проводились работы полностью, то есть по фотографиям, по отзывам, по реакции территориального управления. Жители довольны. Что непосредственно это делается? Там, получается, вот у нас есть грунтовая дорога, подрядчик делает выемку грунта, подсыпает туда песок, щебень, расклинцовывает его мелкой фракцией щебня, и это всё укатывает, уплотняет. То есть получается нормальная дорога. А, то есть без укладки асфальтобетонной смеси просто? Да, 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 это у нас ремонт грунтовых дорог, то есть это щебня. А насколько вообще такой дороги хватает? Есть у них какая-то расчётная... Есть какие-то нормативы, да, на неё? Ну, должно хватить её надолго, но у нас есть гарантийные обязательства подрядчика, они год идут, вот. А так, вот по сравнению, ну, смотреть то, что мы в прошлом, в позапрошлом году делали, нареканий особо нет. То есть дорога хорошо себя держит. И если... Бывают, конечно, такие случаи, когда у нас нет оканавливания, да, у дороги, тогда она может куда-то уезжать, сползать. Тогда нужно что делать? Делать оканавливание, отводить воду, и проблема, в принципе, решена. Есть те дороги, где у нас вообще отсутствует основания. Это те дороги, которые там в поле просто у нас есть, участки, да, размежеваны, там бывает такое многодетное. Автомобили наездили просто, да. Да, наездили. Дорога будет здесь. Да, и бывает такое, что этот щебень, он туда утопает, и понятно, что у нас здесь возникает проблема. Тут требуется уже строительство дорог. Ну, как говорят в народе, туда бесконечно можно что-то вкладывать, да, всё это будет уходить. Асфальтовая крошка, дроблённый асфальт у нас по-прежнему используется для ремонта вот этих сельских дорог? Ну, они в основном, нет, в этих контрактах по грунтовым дорогам нету этого. Где-то частично, всё равно просят частично использоваться это, где это возможно. Вот, а так, гранулят используем на подсыпку. Ну, сейчас где-то какие-то мелкие ямы на грунтовках тоже бывает, что используем, но стараемся всё равно всё-таки щебнем работать. Ещё такой момент, как-то вот я заметил, тут в конце весны, начале лета, очень много мест, в том числе в центре города Уцума, тут улица Поваровского, по улице Горького, разросываешься деревьев очень много. И прям ты идёшь и вот вынужден так нагибаться, чтобы преодолеть эти участки. Занимаетесь какой-то обрезкой или сейчас не время этим уже заниматься? Да, конечно, нет. Те деревья, которые у нас мешаются... Слушай, ну, проблемы вот вас, высоких людей, поражают. Они очень сильно касаются, признаюсь честно, поэтому... Но, тем не менее, да. На самом деле, одна бригада у нас постоянно работает и в том числе на валке аварийных деревьев, которые, да, уже сильно наклонены. Вот здесь был очень хороший такой дождь с урагайном, с таким небольшим. Прибил их, как говорится. Да, было в парке имени Кирова очень много таких деревьев, которые просто перевалило их, они просто на тротуар свалились, хорошо, никто не пострадал. Но в городе тоже есть такие деревья, там где-то ветка надломилась, ещё что-то, где-то просто они так исторически сложилось, растут, их, конечно, обрезают тогда там же, где дорожные знаки не видно, например. То есть тоже выезжает бригада и подрезают на месте. О, это да, тоже замечаю. Ты замечаешь в последнее время, что стоит дорожный знак, главная дорога, он просто там... К примеру, главная дорога, и он утопает в зелени, да. То есть человек, впервые проезжающий через этот перекрёсток, ну, есть вероятность, что они не разберутся в очерёдности. То же самое у камер видеофиксации, когда бывает, что закрывают. Вот, поэтому такие заявки мы тоже принимаем, отрабатываем, стараемся максимально быстро, и с ГИИ в том числе работаем на предмет уборки именно таких вот элементов, мешающих обозрению знаков. 40 секунд у нас буквально. Ладно, всё хорошо. Ну, может, успеем, да, если кратко. Хотела просто уточнить по работам, которые ведутся, вот, Т-плюс, насколько я сейчас понимаю, на проспекте строителей. Боровского в том числе. Нет, где ликвидируют, видимо, последствия раскопок, как я понимаю. Такая работа будет завершена к июне, или они там уже в своём графике работают? Ну, они идут в своём графике, но сказано им оперативно всё делать, чтобы не создавать помех. Время истекло, очень быстро как-то прошла наша беседа, много чего успели сказать, конечно. Благодарим нашу гостю, Екатерина Безгачева, замначальника управления дорожной и парковой инфраструктуры администрации Кирова. Удачи. Спасибо. Беседовать с деловыми людьми нам помогает салон-ателье классических итальянских костюмов Марко Би Антони на Карло Липкнехте 71. Марко Би Антони – это пошив мужских, женских, корпоративных костюмов из лучших европейских тканей. Костюмы для торжеств и выступлений. Сорочки, плащи, пальто по индивидуальным размерам. Создание гардероба под ключ для самых взыскательных персон. Услуги химчистки премиального уровня. Марко Би Антони – эстетика в каждой детали. Карло Липкнехте 71, рядом с театральной площадью. Телефон 295-777. У нас уже новые гости, да, и мы уже начинаем вливаться в новую тему. Я предупреждал в самом начале разворота, что мы будем заканчивать туризмом. Ну, вернее, начинали с внутреннего туризма, заканчивать тоже будем туризмом. Внутренний закончен, да. В частности, поведав о опыте города Уварово в Тамбовской области. Который вылипал на Вишне. Который выжил за счет Вишни, да. И фестиваль там Вишневарова проводится. Прям удивительно. Но сказочные игры на Вятке – это тоже наша фишка. Слава богу. Но, опять же, не круглогодичная, скажем так, вот то, о чем Елена говорила, да, что относительно того же самого Истебенского огурца, да, то есть это просто событийное мероприятие, которое весь год не играет. А вот Вишневарова весь год, весь год крутит деньги с туристов. Летом свежее, зимой варенье, соответственно, из Вишни, ну и так далее. Ладно, мы про сказочные игры на Вятке будем говорить, и если успеем, про другие тоже мероприятия. У нас в разгаре, да, можно сказать, уже летний туристический сезон. Сказочные игры на Вятке – это вот… Или перед ними что-то еще успеем рассказать? Или сразу к ним перейдем? Я думаю, что перейдем к ним как к самому ближайшему крупному мероприятию. Ну, помимо Дня города, естественно, да, и огромное количество событий, связанных с Днем города. Но вот из событийных мероприятий, туристических, наверное, это ближайшие мероприятия к нам, сказочные игры. Ну, давайте о них. Ну, вообще, на самом деле, радостно, что сказочные игры возрождаются, потому что пять лет мы не проводили этот фестиваль. Мы к нему возвращаемся хотя бы потому, и это здорово, что все-таки до сих пор Вятка – это столица сказок. Сказочных героев у нас много. Если мы посмотрим на сказочную карту Кировской области, то увидим, что почти в каждом районе есть какой-то свой персонаж, бренд сказочный в том числе, который так или иначе район портретирует. Поэтому нам есть кого собрать из местных, нам есть кого позвать из соседей. И в этом году мы вновь собираем… У нас Кикимора, видимо, в Кирове. В Кикимора, в Кирове, конечно, в том числе. Сказочных героев много, лесов у нас много, да, неведомых персонажей тоже. Поэтому в этом году мы, как принимающая сторона, принимаем сказочных героев, конечно, не только из Кировской области, но и из других регионов нашей страны. Как, кстати, другие регионы отреагировали на это? Есть ли те, кто принимал участие тогда ещё в сказочных играх, обрадовались ли? Возможно, кто-то все пять лет ждал, говорил, ну, когда же, когда мы уже к вам приедем? Да, вы знаете, нам звонили и писали всегда, каждый из этих пяти лет, да, что вдруг получится, вдруг возродится. Тут ещё ковидные два года, да, у нас отняли из событийной жизни. Но, тем не менее, многие, да, отозвались. И, кстати, наверное, половина сказочных героев из приезжих, как я имею в виду, это те, которые у нас ежегодно до этого, да, участвовали в сказочных играх. Это, конечно, очень лестно, почётно, приятно. Завсегдатые игры. Завсегдатые, да. Так, ну, перечислим персонажей-то, которые у нас будут. А это обычно интересные бывают личности разные. Да, но, наверное, не хотелось бы интригу, на самом деле, потому что многие ещё в стадии подтверждения. Кто-то едет со своими помощниками, кто-то едет со своей командой, да, и сейчас её собирает. Но вы уже опубликовали у себя, в частности, в сообществе ВКонтакте, и про чудо-юды упомянули, и про бабу-ягу, и про домового, и кикимора. Матушка-зима вот каждый год к нам приезжала, и она прямо очень активна. Ну, тоже вот они ещё... Матушка-зима? Матушка-зима. Родственница Деда Мороза? Родственница. Попросите её летом не приезжать больше. У нас есть девица-метелица, у нас есть вятский Дед Мороз, да, у нас кого-то только нет. Но девица-метелица, это у нас вятские поляны. Да, он тоже приезжает, обязательно будет, будет как раз подставлять южные ворота нашей области. Так, давайте, наверное, по программе, да? Да, как распределены будут эти все персонажи? Два дня, да, насколько я понимаю? Два дня на самом деле, потому что мы гордимся тем, что второй день мероприятия – это социальная программа, и мы решили эту традицию не менять. Она сохранена. В этом году, 18 июня, мы отправляемся по детским домам и больницам. Не мы, точнее, а сказочные герои, которых, конечно, не смогут ни концерт, ни само мероприятие основное 17 июня посетить, и дети, которые находятся в этих учреждениях, да, и для них, конечно, тоже хочется организовать праздник. Поэтому сказочные герои на сказочном автобусе 18 июня отправятся для того, чтобы детям, которые не смогли бы присутствовать на основном мероприятии, и создать этот праздник, который не мог бы, вот эта вот программа второго дня, конечно, состояться без участия бизнес-сообщества, которое нам помогает. Мы ежегодно, когда проводим это мероприятие, всегда такой делаем призыв к нашему бизнесу, да, что не хотели бы вы поучаствовать вот в этом социальном проекте, потому что нужно, скажешь, на герой не приезжает без подарков к детям, да, и мы понимаем, что хотелось бы полный автобус привезти подарков всем детям, и уже начали откликаться бизнес. Первый, конечно, отозвалась наш ежегодный партнер «Фабрика Весна». Большое им спасибо за это, предоставили подарки. И еще многие подтверждаются, поэтому я думаю, что и в этом году сказочные герои приедут с подарками, и дети будут рады, и оставят это на память, эти впечатления, и эти подарки тоже. Ну, подарки, собственно, это, наверное, основная статья расходов, да, плюс транспорт, транспортные расходы на то, чтобы передвигаться. Ну, конечно, и вот в этом году мы делаем транспорт оформленный в виде сказочного автобуса, и первую часть дня, основного дня нашего фестиваля, это 17 июня, мы решили распланировать несколько иначе, чем это было в предыдущие годы, и это будет гастроли сказочного автобуса. То есть мы решили, что основная площадка у нас в этом году уже не первый раз, но тем не менее Александровский сад, по многим причинам он удобен местным жителям и нам, как организаторам для того, чтобы такого рода мероприятия провести, детское и семейное. А там благоустроительные работы закончились? Там все закончилось, там все асфальтировано, там все красиво, там все обработано, там запланирована большая реконструкция и входного портала, и ротонт, но пока их на наше мероприятие не тронут, они останутся в своем историческом виде, потом уже закроются на реставрации. И так, сказочный автобус едет с утра по разным площадкам города Кирова, по районам города Кирова, для того, чтобы те дети, может быть, малыши, да, может быть, кто-то просто не сможет во второй половине дня пустить сам праздник, чтобы они все-таки повидались со сказочными героями, могли к ним прикоснуться, могли с ними сфотографироваться. И, собственно говоря, мы начинаем от ДК, СКЦ «Семья», это у АвиТека, проезжаем по всему Октябрьскому проспекту. Просто поедут сказочные герои или все-таки будут выходить? Мы с программой. А, то есть приехали, показали программу. Да, и огромное спасибо тем площадкам, которые нас принимают, потому что они, конечно, будут организовывать целый детский праздник, да, чтобы сказочные герои надолго задержаться не могут, у них большая программа на этот день, поэтому они будут таким ярким пятном, частью этой программы детской, но, тем не менее, на каждой площадке будет детская программа. Наверное, стоит назвать, да, Илья СКЦ «Семья», оттуда мы начнем, это Ленинградская 1А. Потом сказочные герои со сказочным автобусом переезжают на площадку ОДНТ, Октябрьский проспект. Дальше мы двигаемся по Октябрьскому проспекту и приезжаем к Кировскому государственному цирку. Там будет большая площадка с участием сказочных героев как раз у ступенек цирка, чтобы это была именно уличная программа, чтобы каждый мог посетить в свободном доступе и так далее. И одной из финальных точек у нас будет, мы заедем обязательно к остановимся у дома Виттберга. Там театр кукол готовит программу для того, чтобы в том числе обознать, что в этот день на пешеходной Спасской будет детский день, да, тоже в поддержку вот этой вот темы. И мы надеемся, что у нас все получится, и мы доедем еще до ДК России, это в Нововятске. Опять же, не всегда дети, да, могут приехать из этого района города Кирова в центр, да, поучаствовать в празднике, поэтому очень не просили, и мы маршрут составили таким образом, чтобы это успеть сделать. На юго-запад вы заезжать не будете? Вот у меня тоже там чистые пруды вертятся на языке, там, не знаю, лингасово, что-нибудь такое. Много, у всех, кого хочется охватить. Новые районы, да, традиционно там основная масса детей, мне кажется, сосредоточена, потому что молодые семьи. Да, но видите, у нас все равно уходит время еще на логистику, да, и есть основной праздник. Скачные герои все-таки должны появиться на основной площадке в Александровском саду. В Александровском саду начнут все активности уже происходить с двух часов. Программа с двух часов развлекательная, интерактивная. На всей территории Александровского сада она будет, собственно говоря, яркой, интересной, сказочной. Мы вывешиваем карту, где будет видно, где какая площадка, где какая локация на территории Александровского сада, где кто развлекает детей. И скачный герой, учитывая наш маршрут, не маленький, да, с заездом в Нововятск, где-то, наверное, к трем часам, к полчетвертому, подъедут к Александровскому саду, и там пробудут с детьми, побудут на площадках, которые там уже работают для того, чтобы включиться в их работу, поиграть, поразвлекать. Будут разные розыгрыши, будут обязательно подарки от скачных героев. А потом, конечно, то, чего тоже многие ждут, будет торжественное сказочное шествие под центральной аллеей, через Раздерихинский овраг к веерной лестнице, где у нас будет красивый, торжественный детский концерт. О как! За несколько минут мы весь день уместили. Это все 18 июня, да? Это все 17 июня. Первый день фестиваля, 17 июня, да, 18 благотворительный день мы ездим. Какие площадки будут работать? Чем можно будет ребятам заняться в Александровском саду? В Александровском саду. Очень разноплановые площадки. Если карта еще не вывешена, то я думаю, что мы ее сегодня вывесим. Будет и театральный формат, будут и мультики, будут и скачные герои. Например, наша авиатская Кикимора отдельную площадку делает. Будет трансляция. Очень интересные. Живые картины Веснецовых. Будут оживать картины. Очень интересный формат. Цифровые технологии какие-то? Цифровые технологии. Будет интересно. Будет Слобода Дымкова, где будут дымковские барышни встречать. Дымковская игрушка будет встречать ожившие ребят, и можно будет поучаствовать в мастер-классах. Своими руками что-то слепить. Либо раскрасить, либо просто карандашами, но понять, постичь, что такое дымковский орнамент. То есть площадок будет много разных, интерактивных. Я думаю, что каждая из них интересная, каждая из них необычная. И так или иначе, все они встроены в сказочную детскую тематику. Будете ли как-то призывать, поощрять гостей праздника самим наряжаться в сказочных персонажей? То есть чтобы ребята, может быть, в каких-то костюмчиках приходили. Мы всегда делаем такой анонс, что, пожалуйста, приходите, у кого есть возможность и желание побыть в виде сказочного персонажа. Доставайте свои костюмы детские. Доставайте свои костюмы, наряжайтесь, у кого какая фантазия, для того, чтобы поучаствовать и в сказочном шествии. И я думаю, что со сцены тоже сказочные персонажи отметят таких гостей праздника, которые пришли на концерт в сказочных костюмах. Ну и вообще, мне кажется, все, кто придут на праздник, не останутся без подарков, пусть каких-то небольших, но памятных, которые будут нам напоминать до следующего года, я надеюсь, вновь о том, что, скажешь, на фестивальной ветке проходит ежегодно и будет ждать нас следующим летом снова. Мне сейчас хотелось бы устроить такую минутку гуманизма, что ли. Я понимаю, что это праздник, дети там, да, ярко, красочно, но мне как-то сейчас жалко самих персонажей становится. Такой бешеный режим, и там, и сям побывать. Вы как-то следите за их самочувствием в конце концов. Сколько, кстати, вообще человек у них там автобусы будет? Чтобы как-то завершить и для них праздник тоже создать, да, наградить их, поблагодарить, что они приехали. А кто эти люди, кто переодевается в сказочных героях? Это работники культурных учреждений, не знаю, кто там еще может быть. Актеры. Там профессиональные, да, представители профессиональных каких-то ивент-агентств и так далее. В некоторых регионах ведь существуют целые площадки, вот как у нас, допустим, да, резиденция Вязкой Кикиморы, когда Кикимора живет в течение всего года, она является участником всех интерактивных программ, да, этой площадки. В многих регионах это так и работает. Кто-то время от времени, да, по случаю, что называется, работает сказочным героем. Кто как. Но вот вы сказали о работе. Конечно, это работа. Но работа, мне кажется, которая имеет очень хорошую отдачу, потому что, ну, это общение с детьми, дети всегда самая благодарная аудитория. Плюс мы понимаем, что они таким образом ведь рассказывают о себе, то есть они себя продвигают, продвигают не только себя, но и свой регион. Кто они, откуда приезжают. Целую историю, связанную с этим скачанным персонажем. Поэтому я думаю, что это для них тоже очень такой неплохой ресурс для продвижения. И именно поэтому, я думаю, в том числе они нам каждый год звонили и спрашивали, ну, когда же, ну, когда же вновь. Самые отдаленные города, откуда приедут сказочные персонажи, можно озвучить? Ну, прям вот издалека, издалека. Издалека, издалека. С Дальнего Востока кто-нибудь приедет, например, не знаю, из-за Урала. Или все центральная часть России. Больше центральная часть России, да, потому что им все-таки по логистике удобнее. Плюс мы понимаем, что лето, да, часть сказочных персонажей вообще является исключительно зимними, да, например, персонажами. Кто-то в отпусках, потому что мы понимаем, что это работник культуры, да, они, ой-ой, мы бы очень хотели, но вот не смогли. А Золушка у нас на море уехала, да. Да, Дед Мороз тоже не смог, который Дед Мороз, да, из Устяга. Тоже у него там свои причины. Плюс костюм мы понимаем, он говорит, я физически просто. Кстати, еще будет. Если это ростовой костюм, то, ой, очень жарко. Да, это всегда такая история. Но погоду мы заказали оптимальную. Все должно быть хорошо в этом смысле. Еще один необычный формат, который мы пробуем в этом году, это в сказочном автобусе будет путешествовать со сказочными героями видеокамера и будет прямая трансляция на страничке ВК с путешествием сказочного автобуса. О, то есть он онлайн сразу будет. То есть это прям будет трансляция, да? Да, будет трансляция для тех, кто не смог поучаствовать из дома. Ну, статичная камера, да, она будет просто там общий план какой-то. Будет общий план в автобусе и будут операторы, которые будут выходить на точках маршрута для того, чтобы снять, как взаимодействуют скачные герои с теми ребятами, которые пришли их встретить на площадке. То есть, получается, им в автобусе отдохнуть не получится, нужно что-то... Нет, не получится. Только вечером. Но что делать? Такая работа. Ты никакого, видишь, Вов, никакого гуманизма, к сожалению, весь день. А два дня даже. Нет, два дня придется людям. Я сейчас задумался над таким вопросом. Он межрегиональный фестиваль, да, считается. Что нужно сделать Рину для того, чтобы он стал всероссийским? Имею в виду федеральным. Вот какой-то официальный праздник, официальное мероприятие на уровне Российской Федерации. Ну, смотрите, федеральным или межрегиональным, да, по сути, является тот проект, в котором участвуют герои, участники из разных регионов. Что, в принципе, получается. Когда-то был статус... Мы всемирные проводили, да, сказали, игры, когда было полегче с границами, да, и мы могли приглашать героев из соседних, и не только из соседних стран, да. Сейчас, пока мы решили так не размахиваться, учитывая еще и перерыв в сказочных играх, да, который произошел, нам нужно... Так или иначе организаторы... Мы как организаторы столкнулись с тем, что нужно все равно будет раскачивать информационно вновь, да. То есть этот вот промежуток... С нуля, грубо говоря, начиная. Ну, почти с нуля, да, когда мы не выходили, да, на сцену, не выходили с мероприятиями, проводили его. Он все равно дает о себе знать, поэтому я думаю, что в этом году мы пока на уровне России проведем, да, и героев будем приглашать только в пределах нашей страны, понимая, что есть целый ряд ограничений на данный момент. Плюс нам нужно обратно наращивать вот эту вот мышечную массу информационную, связанную с мероприятием. Но ничего. А вот эти площадки, да, основная часть мероприятий в Александровском саду, которая пройдет, для какого больше возраста все равно? Ой, возрастное ограничение-то не назвали, да, сказочных игроков. Мы ставим ноль плюс. Ноль плюс, да. Ну, то есть, чтобы родители понимали, вот ребенка там трех лет будет чем занять, а тот, кто уже почти подросток, ему там будет интересно или уже... Ну, вот смотрите, малыши могут смотреть мультики, да, будет отдельная для этого площадка, прямо вот на улице, на полянке можно будет присесть посмотреть. Те, кто постарше, например, у нас будет вятский воевод, и у него отдельная площадка, да, с фланкировкой, со всем, со своими вятскими воителями, да, можно будет прикоснуться к этой части. Особенно мальчикам, мне кажется, очень интересно. Будет две театральные площадки, связанные с театральным искусством, да, это тоже, мне кажется, для ребят... Постарше, да. ...нестолько постарше, да, то есть там не двух-трех лет. Вот, поэтому, мне кажется, будет интересно всем абсолютно. Концерт будет интересный, и мы придумали интересное завершение. Мне кажется, что это тоже сохранит внимание аудитории, потому что в конце концерта... Этого нигде нет, но я надеюсь... Не знаю, как много у нас слушателей сегодня. В конце концерта... Ну, у нас же в интернете, можно будет послушать дальше. ...у нас балетом. Балетом? Да, Васнецовским балетом. Такого, мне кажется, еще не было. Такой более спокойный, получается, формат, да, то есть это гремит праздник, там фейерверки в детские, все вот эти вот штуки, хлопушки. Это вот то мероприятие, которое на лестнице будет, да? Это история, которая на верной лестнице, на набережной Грина, да, но останется вот такая лирическая часть, и те, кто не захочет расходиться, а захочет посмотреть еще что-то такое, более спокойный эстетический формат, они могут остаться на балет, и до полдевятого в итоге у нас, получается, концерт будет длиться. Как останется в памяти и горожан, и гостей города сказочные игры на Авиатке 2023? Что там потом, фильм будет какой-то? Сувенирка, может, какая-то будет. Сувенирка, да. В чем найдет это отражение? Сувенирка будет обязательно, тем более, что у тех, кто пришел на праздник, да, так или иначе, мы уже проговорили, останется что-то на память в виде сувениров, которые они получили от скачных героев. Останутся фотографии, останется то видео, которое мы записываем, от которой идет прямая трансляция. Будет сохраниться обязательно видеоряд. Вот. Ну и, я думаю, все эти инструменты мы потом будем использовать для того, чтобы раскачивать мероприятия следующего года, да, и делать уже общий мировой обратно масштаб, да, снова к нему стремиться. Вот. Я думаю, как-то так. Ну и останется настроение, потому что, по сути, ну, как бы, может быть, это несамонадеянно звучало, но, наверное, мы с вами не вспомним из более чем ста событий, классных, великолепных, которые у нас в событийном календаре, мы каждый год собираем. Это, пожалуй, самое такое детское, да, детско-семейное, вот прям самые-самые, да, более такого детского праздника крупного, наверное, нет. И мы надеемся, что получится в этом году опять масштабное мероприятие, что будет много участников, и, соответственно, большое количество людей будет вспоминать тепло, да, этот день, этот праздник. У нас есть еще, честно говоря, несколько минуток. Может, мы заглянем в будущее, да, еще, после игр сказочных на вятке? Ну, там как раз, мне кажется, разгар туристического сезона. Или прямо сейчас о Дне города поговорим, что у вас ко Дню города приурочено? Ну, Днем города занимается администрация Кировской области, они уже вывесили подробный календарь. Администрация города Кирова, вернее, да. Ой, простите, администрация города Кирова. Вчера была пресс-конференция, посвященная как раз тому набору мероприятий классных, которые приурочены Дню города. Поэтому я думаю, что не буду хлеб отнимать от администрации города. Это немножко не наша тема. Ну, хорошо, события июня у нас, чтобы вот так дать знать. События июня. Вот смотрите, на следующий день. У нас День молодежи там у нас еще будет. День молодежи. На следующий день, буквально после сказочных игр, 18 июня, у нас Орловская ладья, между прочим. Тоже классное мероприятие, зрелищное в городе Орлов. Тоже всем советую съездить. Традиционное ежегодное мероприятие. Каждый год они готовятся, да, мероприятию более 10 лет. Это истебенский огурец 27-й раз будет проводиться в этом году. Это уже июль. Июль, да. Да, то есть мероприятий много, много-много. Фестиваль железа, это тоже уже июль получается. Белая холонница. Белая холонница. Тоже. Ну вот очень радостное, что вот в прошлом году, я не знаю, насколько вы следите, мы очень следим. Это наша основная профессиональная премия событий иного туризма. Russian Event Awards каждый год проходит. Значит, если вы слышали в финале прошлого года... Господин Шаталов у нас был неоднократно в студии. Да, класс. Да, Геннадий Васильевич, привет. Значит, в прошлом году у нас одним из обладателей гран-при событийной премии стал истебенский огурец. Да, да, да. А второе место в этой же, кстати, номинации, то есть они прям буквально шли ноздря в ноздрю, что называется, и экспертам было сложно выбрать. Фестиваль железа получил вторую награду. И это, конечно, очень здорово, потому что мы сами, наверное, склонны, сидя у себя на месте, больше себя критиковать. А тем не менее, извне наши праздники, наши мероприятия, наш регион, кстати, воспринимается довольно положительно и позитивно. И всем интересно к нам приехать и узнать о нас побольше. И событийные мероприятия в этом смысле, конечно, такой шикарный драйвер. Ну вот, кстати, вот касательно премии, да, кто-то из организаторов премии, они ездят по всем праздникам или они оценивают праздники исключительно по заявке? Ну то есть по тому, как мы сами этот праздник представляем. Или кто-то всё же своими глазами ездит и смотрит? Хороший вопрос. На самом деле хороший вопрос. И для этого Геннадий Васильевич Шаталов старается отбирать пул экспертов таким образом, чтобы всё-таки понятно, что все не могут объехать все мероприятия страны, да, но тем не менее, чтобы были те, кто так или иначе мероприятие представляет, сам прошёл ногами, руками и так далее. И, кстати, на обеих защитах и фестивале железа, и на... Пистобенском огурце. Пистобенском огурце, да. Геннадий Васильевич присутствовал сам, вносил там свои замечания, говорил, что я вот там был, видел вот это, вот это, вот это, вот это. Да, то есть всегда есть кто-то, кто был на мероприятии из экспертов тоже. И это важно на самом деле, потому что одна презентация, это мы все понимаем, да, можно рассказать что угодно, да, другое дело. Ну да, картинку-то можно создать. Плюс эксперты всегда оценивают визуальный ряд в соцсетях, всегда смотрят, да. То есть как это продвигается, что есть, да, а что было на самом деле, то ли было, что нам рассказывают в презентации, да. То есть обязательно смотрят подтверждения в плане ведения социальных сетей этого мероприятия, да, какого-то фото-видео-контента, который остаётся после мероприятия, отзывы смотрят обязательно, есть предэкспертная оценка, есть очная защита, то есть на самом деле конкурс проходит в несколько этапов, поэтому у экспертов есть возможность со всех сторон на мероприятие посмотреть. Несколько секунд у нас остаётся, видимо, только успеем добавить, что подробный календарь мероприятия, он опубликован, его можно найти, но в том числе на сайте visit.kirov.ru. Всё верно, спасибо большое. Да, заходите, смотрите, планируйте свои выходные, да, конкретные даты, сможете вы, не сможете съездить, ну и следить оперативно прям, да, за нашей туристической жизнью можно непосредственно в вашем сообществе ВКонтакте, Центр развития туризма Кировской области. Всё очень доступно, да, остаётся только поинтересоваться. Да. Спасибо, благодарим Ирину Бажину, исполняющую обязанности директора Центра развития туризма Кировской области. На этом дневной разворот завершён. До свидания. Спасибо.